всем привет сегодня у нас разговор пойдет о литопсах очень много людей вы даже не представляете сколько много выращивают литопсы сеют их выращивают и потом продают но к сожалению то как они их вырастили начиная от маленького семечка до шикарного растения мало кто рассказывает на ю тубе в основном выращивают продают приходит обыватель простой цветовод ничего не понимающий в литопсах удивляется чудному видению камушку покупает его заливает и потом покупает снова поэтому очень важно немножечко рассказывать о таких интересных растениях как литопс живой камень и сегодня я капельку капельку расскажу вам о них потому что уже снова в комментариях поступило предложение мне написали что очень ждут рассказа о литопсах ну что ж давайте немножко остановимся на них вот сразу начнем с плохой новости здесь у меня этикетки несколько штук 9 или сколько это малыши которые у меня пропали и расскажу вам сразу причину почему же пропали мои маленькие годовалые литопсы по той простой причине что они стояли у меня на окошке и ночью я открыла окно несмотря на то что лето окошко было открыто а литопсы были полит и и когда я на другой день пришла посмотрела они уже были просто как жижа когда литопс пропадает он становится но вот моментально сегодня еще хороший завтра он уже как кажется и все поэтому у меня осталось несколько этикеток и потом когда-нибудь я или посею или приобрету эти интересные растения вот давайте полюбуемся немножко литопсами история литопсов началась еще 1811 году когда однажды 14 сентября один исследователь природы южной африки уильям берчел обнаружил любопытное растение похоже на камень потом это сходство с этим камушком было также зафиксировано название рода от греческого литос камень опсис подобный изображение этого первого литопса сохранилась для истории в виде рисунка в этой книжке путешествие по южной африке которую он написал как его звали автора звали уильям берчелл а самые первые литопсы появились в европе почти век спустя эти растения очень интересны и очень много великих исследователей изучали их 1921 году был опубликован первый список из 12 видов литопса а уже в 1946 году вышла свет капитальная монография посвященная литопсом позже монографии были написаны также японскими коллекционерами есть такой японский коллекционер яшико шимада и конечно же американец стивен хаммер который написал литопсах книги также у него есть книги по канафитума книга стивена хаммера литопсы богатство дикой природы она называется очень популярна среди новичков занимающихся литопсами сегодня еще раз остановлюсь на периоде покоя период покоя охватывает зимние месяцы и минимальная температура в это время в комнатных условиях около 8 градусов оптимально 12-14 градусов и воздух конечно же должен быть сухим литопсы должны стоять без полива у вас квартире у меня в теплице литопсы стоят зимой температура плюс 7 без полива и тихонечко готовятся к смене листа вам кажется что литопс спит зимой ну на самом деле это не так у него внутри растут уже новые листья и когда наступит март-апрель литопс раскроет свои старые листочки вот эти вот и из них в срединке появятся новые листики и конечно же литопс нельзя поливать ни в коем случае пока старые листья не усохнут и на смену им появятся новые красивые листочки вот такая красотень у меня сейчас теплицы литопсы политы сейчас я вам скажу когда они были по они были политы 24 июля 24 я больше не поливала потому что вижу по состоянию литопсов посмотрите на них какие они красивые грибочки их сейчас не надо поливать пока надо подождать немного если я их стану часто поливать они могут просто сгнить и советую вам очень аккуратно относиться к своим литопсом не заливать самое главное не перелить если вам кажется что пора полить литопс посмотрите пожалуйста если у него морщинки вот здесь вот на теле если морщинки есть и уже довольно глубокие вы можете конечно же немножко полить вот посмотрите у этого литопса я его поливала 24 июля но у него все еще видите какие глубокие морщинки я не буду его поливать потому что он очень большой он самый большой у меня вы видите по сравнению с другими он очень высокий если я начну его еще и еще поливать вытянется и потом при смене листа уже на следующий год ему очень будет трудно сменить и чтобы листья были красивые здесь у меня есть еще несколько малышей как вы видите вот здесь вот на виду камеру не знаю видно вам есть разные по возрасту вот есть двухгодичные литопсы а есть тут по году по полтора разные вот этому вот-вот в восемь месяцев здесь еще и затесался среди них небольшой канофиту ну вот так же стоит лапидария моя маргарита и вот она здесь вот эти вот почти два года вот этим литопсом вот вот такие дела я немножко вам рассказала о своих литопсах я понимаю как кто занимается ими как хочется посмотреть какие-то новые видео о литопсах я тоже в свое время когда начала заниматься ими очень искала по на ю тубе и по интернету информацию и к сожалению на ю тубе очень мало хороших правильных видео о литопсах я только знаю буквально по пальцам пересчитать кто действительно рассказывает как он на примере своей коллекции выращивает литопсы как он их поливает как они у него отдыхают как происходит смена листа полностью все и конечно же каждый из нас рассказывает о том регионе где он живет я живу на юге германии и надеюсь что вам нравятся мои видео как я их выращиваю как я их воспитывают и как я их люблю я вам всем желаю хорошего дня спасибо что вы со мной спасибо за подписки за ваши комментарии и лайки до свидания